Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия, информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. И сегодня в выпуске. Цена ошибки, жизнь. Специалисты обсудили, как уберечь детей от опасных ситуаций. Съедобная вакцина. Сотрудники госветнадзора прививают лиса от бешенства. Гонка на выбывание. В Чебоксарах стартовали соревнования по велоспорту маунтинбай. Сегодня глава Чувашия встретился с вновь избранным председателем общественной палаты. Ее руководителем на последующие три года станет Алексей Судленков. Какие задачи ставят перед собой общественники, узнавал Дмитрий Ковалев. Убываешься, значит все хорошо. На работе, не дома. Это важно очень. Согласен. Ваши совместные деятельности. Рабочая встреча с главой региона – повод обсудить дальнейшие планы. Состав общественной палаты существенно обновился. В четвертом по счету созыве 12 новых членов. Пришли очень интересные люди. Пришли люди с опытом руководящей работы, общественной работы. Люди, которые болеют душой за Чувашскую республику. Хотелось, чтобы наше гражданское общество было активным, оно развивалось. Глава региона отметил, что за последние годы доверие жителей к общественной палате укрепилось. Эти проценты говорят о том, что люди с большим доверием относились и относятся. Вот это главный показатель. И с учетом нашего взаимодействия, я благодарен за то, что всегда без популизма ответственно подходили к выполнению своих обязанностей. Ставили перед нашими органами власти вопросы свои. Проекты закона сейчас проходят, нулевые чтения. Это тоже всегда своевременно, с учетом интересов наших общественных организаций. Предложения членов общественной палаты в конечном итоге учитываются в принимаемых законах и указах. Через общественную палату я, как глава республики, тоже получаю обратную связь. Отдельные предложения, когда у вас есть по содержательной части, вы представляете мне. И, соответственно, они находят тоже отражение в наших нормативных правовых документах. Одна из последних инициатив палаты – формирование корпуса наблюдателей за проведением выборов. Общественников намерены задействовать и во время будущих избирательных кампаний. Теперь наши общественные наблюдатели будут начать активными участниками всех выборных кампаний, муниципалитетов. Мы максимально обеспечивали прозрачность, открытость и честность проводимых выборов. Это по факту так. Члены нового созыва палаты намерены провести расширенную встречу с представителями муниципальных общественных советов, чтобы расставить приоритеты на годы вперед. Дмитрий Ковалев и Андрей Спиридонов. Республика. Облокотился на москитную сетку и выпал из окна. Зашел в водоем и унесло течение. Вот реальные истории, которые случались с детьми в Чувашии. И снова повторяются. Более 35% гибели детей происходит от так называемых внешних причин. Глубокие водоемы, проезжие части, открытые окна. Перечислить места, которые чаще всего становятся местами роковых случайностей, просто. Сложнее ответить на вопрос, почему дети идут туда, где опасно и совершают смертельные ошибки. Впрочем, причины выясняют правоохранительные органы. И для каждого случая своя графа закона. Впрочем, административно ответственность за ненадлежащие исполнение обязанностей по воспитанию, содержанию и образованию детей. Там ответственность начинает предупреждение, заканчивая штрафами по административному кодексу, а по уголовному кодексу вплоть до лишения свободы. Существует такое понятие, как случай, казус, когда никаким образом никто предугадать то, что произошло, никто никак этого не мог. Поэтому в данном случае необходимо, чтобы таких казусов в случае было гораздо меньше, чтобы свести их к нулю. Пока этого не удалось, статистика ушла далеко за ноль. Буквально за месяц с июня по июль на водоемах республики погибло четверо детей. Трагедии произошли на Волге, в Новочбоксарске, в Красночитайском районе, Цивильском и Канажском. За пять месяцев 2018 года погибло всего у нас 42 ребенка. Из них 15 детей погибли от внешних причин. Значит, дети в возрасте до года – это 6 человек, 6 детей. И в старшие годы – 9 детей. От внешних опасностей можно уберечь, считают специалисты. Универсальная формула – это внимание родителей и воспитательная работа. Ирина Волкова, Валерий Резюков, Республика. Безопасных и качественных дорог в Чебоксарах становится больше. Сегодня приемку прошли еще 9 отремонтированных участков. При верете дороги общественник Александр Алексеев едет на своем автомобиле. Так сразу можно оценить их качество. Каждый день езжу за рулем по городу Чебоксара. В принципе, в целом все идет хорошо. Я, в принципе, стал меньше в городе, чем было раньше. Дороги стали реально за эти два года лучше. Насколько лучше – сейчас узнаем. Первый участок – улица Чапаева. Подрядчик заменил более километра асфальтового покрытия. Во время ремонта было несколько замечаний на завышение. После этого эти замечания устранились. Сейчас мы хотим еще раз попробовать проверить. Проверять собрались ливневки. Именно они не соответствовали требованиям. Ливневка занижена на 9 миллиметров. Это соответствует нормативам СП-78-13-330. Допуски до 3 сантиметров должны быть. Здесь вода сюда будет, значит, попадать. С помощью дорожной рейки измеряют продольные и поперечные уклоны. Они влияют на то, будет ли после дождя вода стекать в ливневке, а также ровность покрытия. Здесь ноль. Ноль. Один. Один. Ноль. Ровность дороги соответствует нормативам. Это финишная проверка. Качество асфальта и его укладки уже проконтролировали. Сделали вырубки и исследовали в лаборатории. Такой подход на каждом объекте. К примеру, небольшой участок по проспекту Мира проверку не прошел. Получили результаты, изучили и выбрали время и заасфальтили данный участок в соответствии с проектом. Качество никаким образом не отличается от основного участка. Все соответствует, да. И по прочности, и по водонасыщению. Всего на проспекте Мира отремонтировали около трех километров асфальта. Чуть больше на президентском бульваре. Во время работ претензий у проверяющих почти не возникло. Был заметен шов, но его быстро укатали. Сейчас комиссия проверила уровень ливневок, ровность покрытия. Все в норме. Серьезных замечаний нет. Дороги ровные, профиль ровный, соответствующий нормативам. Общественники, стройконтроль, представители подрядчика и администрации Чебоксара уже приняли 17 участков дорог. Это почти половина из запланированных на этот год. Пока все те дороги, которые приняты и которые в данный момент принимаются, они все проходят приемку. То есть все небольшие, может быть, недостатки, которые были, они все устранены. То есть все замечания были у страны подрядчикам и пока приемка идет хорошо. То есть все подрядчики справляются со своими обязанностями. Все ремонтные работы на особом контроле у главы администрации города Чебоксары. Как только пройдет приемка, подрядчик начнет наносить дорожную разметку. Чебоксарские дороги в полной мере станут безопасными и качественными. Татьяна Леонтьева, Валерий Резюков, Республика. Получение взяток, злоупотребление должностными полномочиями – служебный подлог. В этом обвиняют экс-директора 4-й столичной гимназии. Дело передано в суд. По версии следствия, с марта по сентябрь прошлого года Эльвира Казакова получила взятки от родителей за зачисление их детей в гимназию на общую сумму 420 тысяч рублей. Кроме того, денежное вознаграждение она получила за то, чтобы вытестать. Одной из учениц были хорошие оценки. Одна из подчиненных, опасаясь негативных последствий, передавала экс-директору по 20 тысяч рублей ежемесячно из своей зарплаты. По уголовному делу допрошено более 90 свидетелей. По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемой избраны меры посещения в виде домашнего ареста, а также наложен арест на ее автомобиль Тойота Королла и денежные средства, находящиеся на ее банковских счетах. Дело направлено в Ленинский районный суд. Элисы целы и вирус бешенства под контролем. В Чувашии сотрудники Госветнадзора вакцинируют от опасного заболевания диких животных. Причем незаметно для них самих. В Лисе Нора сотрудники Госветслужбы раскладывают приманки с вакциной от бешенства. Количество брикетов зависит от количества обитателей норы. Этими данными Госветслужбу снабжают местные охотники и лесничие. Спустя 21 день после того, как лисы съедают приманку, у них формируется иммунитет, которого хватает на год. Мы два раза в год раскладываем вакцину. Это при наступлении зимы, наступлении холодов. Раскладываем, когда они в норы залезают. И вот сейчас, потому что у них есть лисята в этих норах. Через некоторое время специалисты вернутся сюда, чтобы проверить, съели ли лисы приманки с вакциной. Тепло последних недель повлияло на ситуацию на полях республики. В рост пошли не только сельхозкультура, но и количество вредителей. На 20% площадей имеется превышение экономического порога вредности. Жаркая погода благоприятствует развитию трипса, тли, колорадского жука и многих других паразитов. А прохладные июньские вечера стали причиной развития заболеваний сельскохозяйственных культур. Во всех районах республики численность вредителей контролируется плановыми обработками. Мы стоим на поле ООО агрофирмы Санара Чувашской республики Вурнарского района. Вот у нас слева получается картофельное поле. В хозяйстве мы картофель сажаем около 80 гектаров. Вот в этом поле у нас 40 гектаров, 5 сортов получается. Против вредителей, против болезни картофель мы протравляем при посадке. Также в течение лета мы защищаемся от сорняков. Это одна обработка у нас идет. А последующие три обработки уже идет у нас фунгицидная. Это против болезней. В Чувашии завершился республиканский чемпионат по велоспорту маунтинбайку. Более 120 участников из Чебоксар, Новочебоксарска, Урмарского, Батаревского и Маргаушского районов боролись за звание сильнейших. Максимальная сосредоточенность и высокая скорость. Главное в гонке на велосипеде. В первый день состязаний прошла гонка с выбыванием. Велосипедистам нужно было проехать дистанцию в один километр. Кросс-кантри уже 4 километра. В центре развития маунтинбайка спортсменов ждала трасса со спусками и подъемами, со скоростными и техническими участками. Для меня это как подготовка к предстоящим важным соревнованиям. Такие как Кубок мира в Италии через неделю и через две недели чемпионат России. Медали получили юноши и девушки в трех возрастных группах. По результатам соревнований у нас формируется каждый год сборная команда Чувашской республики. Туда включаются спортсмены, занявшие первое и шестое места. А эти, кто входит в состав сборной команды Чувашской республики, они готовятся к выступлениям на чемпионате России. Формируется команда. Их мы можем на сборы отправлять, финансировать. В общем, пользуются как бы льготами. 8 и 9 июля велосипедистов примет уже Урмарский район. Там пройдут 21-е традиционные всероссийские соревнования памяти спортсмена-велосипедиста Алексея Трофимова. А также чемпионаты первенства района по велоспорту маунтинбайку. Татьяна Трофимова, Алина Сусметова, Александр Петров, Республика. Два месяца назад в Чебоксарах появилась своя профессиональная футбольная команда «Спартак Чебоксары». Возглавил ее Евгений Портнов. О том, как создавалась команда, о планах сборной и чемпионате республики в программе «По существу» сразу после информационного выпуска «Республика». А я на этом с вами прощаюсь.